ОДИОЧЕНКО Что это вообще такое? Игра использует технологии дополненной реальности, накладывает виртуальные объекты на картинку реального мира, получаемую с камеры смартфона. Можно играть и без дополненной реальности, тогда на экране будет отображаться карта с объектами и аватаром игрока. Главные герои Pokemon Go – покемоны, или карманные монстры, наделённые различными суперспособностями. Впервые они появились в играх Nintendo ещё в 96-м году, став затем героями манго-аниме-коллекционных карточных игр. Игроки в Pokemon Go должны ходить по реальному миру в поисках покемонов, а обнаружив одного, попытаться поймать его, метко и вовремя бросив в него виртуальный покебол. За поимку диких покемонов даётся награда, но не будем сильно углубляться в подробности. Вы и сами сможете всё наглядно посмотреть, скачав игру из американского App Store, либо скачав АПК-файл для Андроида. Но советую не торопиться, так как Nintendo объявила, что в России игра выйдет уже примерно 17 июля. После запуска в США 6 июля игра меньше чем за сутки возглавила чарта бесплатных и самых кассовых приложений App Store. Популярна она и на Андроид. В США игру уже установил каждый 20-й владелец смартфона на Андроид. Представляете, запрос Pokemon Go в поисковике популярнее, чем запрос порно. Однако не обошлось и без неприятностей. Например, жительница американского штата Вайоминг наткнулась на труп, когда искала водного покемона, а банда из штата Миссури с помощью приложения ограбила 11 подростков. Преступники создавали на карте специальные маяки, обозначая их как покестоп – место, где игроки могут отдохнуть, собрать необходимые предметы и пополнить ресурсы. И отбирали у тех, кто приходил к маякам, деньги и смартфоны, угрожая огнестрельным оружием. Есть еще один важный социальный аспект популярности Pokemon Go. Она заставляет выйти из дома и, о ужас, общаться с реальными людьми, даже отъявленных социофобов. Что ж, вот такая вот чума 2016 года. Ну а я пошел дальше ловить покемонов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи!